Квартира для бездомных в Викторинбурге открылся Центр социальной адаптации. Временное жилье там могут найти люди, оказавшиеся на улице и решившие вернуться к нормальной жизни. Наша съемочная группа побывала в гостях у подопечных православной службы милосердия. Надежда Калинина продолжит. Виталий Викторович накрывает на стол. Чай, конфеты, теплая домашняя обстановка. У него и дома было точно так же. Но судебные тяжбы за его квартиру затянулись. И мужчина просто оказался на улице. Чтобы привести в порядок документы, найти работу, нужно не только время, но и крыши над головой, где можно отдохнуть, привести себя в порядок и приготовить еду. Это четырехкомнатная квартира. Мы здесь живем. У нас здесь все условия. Газ, холодильник, стиральная машина, вода, холодная, горячая посуда. В общем, абсолютно все. Мы сами для себя ее готовим и убираем. Я не умею, но вчера хорошо заготовил. А что вчера приготовил? Капусту тушил с мясом, с луком и прочее. И все там такое. И очень понравилось нам всем. Сейчас Виталий трудится при храме. Вместе со своими соседями, другими квартирантами, делает посильную работу в соборе Успения Пресвятой Богородицы. Сюда они попали благодаря автобусу Милосердия. Там людям в сложной жизненной ситуации и бездомным помогают с одеждой, едой и медикаментами. Начинаем с малого, как говорится. С 2005 года уже существует наш проект. Мы поняли, что в любом случае людям нужна помощь и в том числе в изменении своей жизни. То есть мы накормили его, напоили. И спрашиваем, ты завтра к нам опять придешь в таком же виде? И человек говорит, да, да, я хочу измениться. Квартира позволяет людям вырваться из среды. То есть проживая у нас, он не живет уже на вокзале, а это значит, нет у него соблазна где-то выпить, где-то пообщаться со своими же друзьями, которые скажут, зачем ты завтра пойдешь? Давай завтра оставайся, у нас завтра свои дела. Давай выпьем, давай погуляем. Дальнейшие шаги по социализации люди делают при поддержке психолога. Задача специалиста – помочь обрести веру в себя. Ведь бездомных людей предавали, они сталкивались с отказом и значит нуждаются прежде всего в уважении и принятии. Мне кажется, что моя задача увидеть в человеке какую-то его лучшую версию. В ту, которую он может быть, кем бы он может быть, хотел бы быть, если бы по-другому сложилась его жизнь. Но у него есть к этому способности, возможности, но он сам в них уже разуверился. Проект «Дорога к дому» предполагает, что за полгода человек должен вернуться к нормальной жизни, научиться себя обеспечивать, решить проблемы с жильем и документами. Но временные рамки не жесткие. И если сотрудники православной службы милосердия видят у своих подопечных движение к нормальной жизни, то продолжат поддерживать человека на этом пути. Ведь здесь понимают – главное не только вернуться домой, но и уйти от отчаяния и безысходности.